Здравствуй, уважаемые циничили искусства! На этом канале рассказываю только о великих. Вот и сегодня пойдет речь о великом русском живописце, художнике-сценографе и декораторе. Об Александре Яковлевиче Головине. Годы жизни 1863 по 1930 год. Уважаемые ценители искусства, подпишись на канал, поставь лайк и напиши комментарий. Это поможет нашему общению. А в одноименном телеграм-канале еще больше красоты. Ссылка по QR-коду только что была на экране. Родился Александр Яковлевич Головин в 1863 году. В Москве в семье, где очень любили театр, музыку и литературу. С детства обнаружил абсолютный музыкальный слух. Серьезно занимался игрой на рояле и пение. В дальнейшем музыкальная образованность самым серьезным образом скажется в художественных работах Головина. Живописные работы которого современники выразительно охарактеризовали как музыку для глаз. Среднее образование Александр получил в Поливановской гимназии. Обучался в Московском училище живописи, ваянии и изотчества. Сначала на архитектурном отделении, затем на живописном у Прянишникова, Маковского и Поленова. Дальнейшее обучение продолжил в Париже в Академии Колороссии и в школе-студии Витти. В 1890 участвовал в деятельности Абрамцевского кружка, где работал с майоликом и деревом. Практиковал гончарное ремесло. В результате опытов с майоликом появилось панно «Клеопатра майоликовый фриз» на фазарте гостиницы «Метрополь» в Москве. Александр Яковлевич был активным членом объединения «Мир искусства», где разрабатывал вместе с Константином Коровиным, они были дружны. Дизайн интерьеров, мебель, принимал участие в оформлении павильона на Всемирной выставке в Париже. В 1900 году сущность искусства Александра Головина – прихотливая и изощренная декоративность. Наиболее ярко она проявилась в его театральных работах, но также и в станковой живописи, многочисленных портретах и автопортретах, пейзажах, натюрмортах. Воли художника превращенных в изысканное узорчатое декоративное панно, ласкающее глаз причудливых кружевным ритмам линий и тонкими нюансами цвета. На вопрос, к чему он считает себя наиболее склонным в искусстве, Александр ответил – к сочинению орнамента. Декоративность была фетишем Серебряного века, ее культивировал новый стиль – модерн. Головин много работал также над натюрмортами и пейзажами. Они давали ему простор для решения чисто формальных задач. Часто его произведения рождаются из любви к цвету, потребной соединить несколько пятен. Фарфор и цветы – герой. Не только портретов Головина, это чаще всего декоративное панно, плоскость которых затянуты прозрачным узором, ветвей с несколькими темными стволами деревьев, играющих роль конструктивного стержня композиции. В 1898 году наступил знаменательный перелом в творчестве Головина. Отныне его жизнь отдана театру, и через призму театра он начинает видеть окружающий мир и все, чем занимается. Нельзя сказать, что Головин пришел в театр как случайный, не имеющий к нему никакого отношения человек. С детства он был завсегдотаем малого театра. Мальчиком смотрел там спектакли из оркестровой ямы. Был знаком с многими артистами и с драматургом Александром Островским. Головин – один из лучших художников начала 20 века. Таким его делает блестящий декоративный дар, изысканный колоризм, тонкий вкус, умение оформить и выражать фунтэссенцию смысла. Александр Яковлевич внес неповторимый вклад в реформу театра, сделав спектакль волшебным зрелищем, пышным, сверкающим драгоценными красками. Имена и величина театральных деятелей и композиторов, с которыми сотрудничал Головин, поражают воображение. Дягилов, Станиславский, Мерихоль, Рихард Штрауф, Людовик Миньков, Федор Шаляпин и многие другие не менее значимые фигуры. Эскизы костюмов и декораций, портреты и пейзажи Головина стали достоянием музеев и частных коллекций. И до ныне радую зрителей. С вами, мои дорогие ценители искусства, был Архид. До новых встреч!